В Азербайджане уже в третьем квартале 2022 года возможен запуск вертолётного завода, построенного совместно с Россией. Об этом в ходе пленарного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном заявил вице-премьер Шахин Мустафаев. По его словам, также планируется увеличить поставки из России в Азербайджан минеральных удобрений и пшеницы. Перспективным, по словам Мустафаева, является проект «Агроэкспресс», который внесёт вклад в обеспечение пищевой безопасности двух стран. Между Азербайджаном и Россией достигнут ряд договорённостей о взаимодействии. Достигнут стратегический уровень взаимодействия по нескольким направлениям. У нас есть восемь дорожных карт, в рамках которых ведутся работы по направлениям торговли, транспорта, инвестиций. Россия является третьим крупнейшим торговым партнёром Азербайджана. Позитивная динамика товарооборота позволит выйти на более существенный его рост, о чём свидетельствуют показатели первого квартала. Азербайджан вложил в экономику России более 1,2 миллиарда долларов, а Россия – более 6 миллиардов. Мы создаём все условия, чтобы российские инвесторы чувствовали себя здесь комфортно. В рамках заседания стороны также затронули вопрос сотрудничества в процессе восстановления освобождённых территорий. Так, по словам Шахина Мустафаева, российские компании представили 17 проектов для деятельности в Карабахе. Строительство российского сервисного центра компании «КамАЗ» в экономической зоне «Араская долина» в Джебраиле планируется завершить уже в июне. По словам вице-премьера России Алексея Верчука, Москва может оказать содействие Баку в модернизации энергетической инфраструктуры. Как отметил российский дипломат, продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере неэнергетического атома. В нынешнем году у нас будет ещё один хороший повод встретиться на 11-м российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Азербайджане. Плотный и нацеленный на конкретные результаты диалог в рамках межправительственной комиссии будет способствовать решению стратегических задач, в том числе по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. В рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в Баку состоялась церемония подписания ряда документов, в том числе меморандумы о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, о намерениях между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России.